Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении» и сейчас мы находимся в Московском музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. И речь пойдет сегодня о выдающемся отечественном модельере конца 19-го, начала 20-го века Надежде Ламановой. Имя этого человека оказалось незаслуженно забытым, хотя именно Надежда Петровна Ламанова стояла практически у истоков советской и российской моды. Но больше об этом сегодня расскажет наша гостья Алла Соловская. Алла – профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России и о мире моде знает очень многое. Алла, здравствуйте! Здравствуйте! Сначала прошу рассказать вас о себе. Вот как возникла вот эта связь с миром искусства, моды, когда вы начали интересоваться искусством костюма? Данный проект возник с того, что в нашей стране появился историк моды Александр Васильев и стал делать масштабные выставки о моде, чем привлек к этой теме немало людей в нашей стране. И вообще подняла эту тему, подняла эту волну. И вся история о Надежде Петровне началась именно с его выставки, которая проходила в 2015 году на ВДНХ, и где он проводил экскурсию, и среди экспонатов назвал платье Надежды Петровны Ламановой. И, конечно же, среди экскурсантов не многие знали это имя. И тогда Александр Васильев был раздосадован и сказал такую фразу «Вы не хотите знать историю своей страны». А у нас есть выдающиеся имена. Ну, собственно, несколько лет назад как раз появился вот этот виртуальный музей Надежды Ламановой. Вот расскажите, чем он отличается от, может быть, других виртуальных музеев? Что там можно найти? Там можно найти полную генеалогию Надежды Петровны, которую собрали наши прекрасные генеалоги в Нижнем Новгороде. Татьяна Грачева в Москве Мария Маркович. Они занялись этой исследовательской деятельностью, мы занимались в качестве волонтеров. И это было настолько увлекательно, как читать детектив. Вот мы говорим о том, что Надежда Ламанова выдающийся модельер, дизайнер. Но все-таки почему? Что ее отличает от других модельеров, которые также наверняка не были в 19 веке, раньше были? Почему именно Ламанова? Ну, вот тоже это очень хороший вопрос, поскольку, во-первых, модельеров и дизайнеров в той поры не было. Их просто называли, таких людей просто называли портнихи, великая портниха Ламанова. При том, при всем, что она не рисовала и она не шила сама. При этом ее все-таки называли портнихой. Да, наверное, точнее было бы назвать ее модельером, но это слово пришло немножко позднее. Почему? Что ее отличает? Когда она прибыла в Москву в 22 года, портнихи известные уже были и, так сказать, были авангардные и знаменитые. Вот первые, кому она пошла работать, это Татьяна Степановна Войткевич. Это была очень дорогая портниха, и у нее одевалась богатая публика, то есть и аристократические семьи, купеческие и актеры. Но у нее Надежда Петровна проработала всего год. Почему? Публика сразу ее заметила и понесся слух, одеваться нужно у Наденьки, нужно идти к Наденьке. У нее был свой секрет. Она хорошо понимала психологию своего заказчика и умела создать такой образ эмоциональный для женщины, что она выглядела безупречно. Но, тем не менее, Ламанова она не рисовала свои эскизы, также она не сшила эти наряды. Какой методикой она работала и почему все это так получалось? Даже на сегодняшний день эта методика считается одна из самых дорогих, и ей пользуются все кутерье и известные дома моды. Это методика наколки и макетирования. То есть образ создается прямо непосредственно на заказчице. То есть Надежда Петровна брала ткань и тут же ее накидывала на свою клиентку, драпировала, скалывала. Это был основной ее инструмент, это булавки. Скалывала, потом аккуратненько все это снимала и отдавала в пошив. В итоге платье сидело идеально. Она начала работать в конце XIX века. А какой вообще была мода того времени? И что привнесла Ламанова? Судя по тому, что сохранилось, и сохранилось, к сожалению, очень мало, она еще успела застать викторианскую эпоху историзма. И первое, одно из первых платьев, которое хранится в Эрмитаже, это платье принадлежало Александре Федоровне с рукавами жига или рукавами-окороками. Потом уже силуэт начинает меняться. Это модерн, сначала ранний модерн со шлейфом платья. Потом, значит, силуэт становился, упрощался, то есть уже не было, допустим, этого шлейфа. Юбка становилась строже уже начала XX века. Но по-прежнему он красиво декорировался. Это любимая пара женщин на самом деле. Ну, наряды, которые шила Ламанова, они, как вы уже сказали, были очень дорогими и позволить себе могли только, ну, действительно богатые люди. Кто одевался, может быть, из знаменитых фигур того времени у Ламановой? У нее одевались балерина Корсавина, балерина Гельцер. У нее одевалась, например, известная актриса того времени Мария Николаевна Ерумолова, позднее Книпер Чехова, Ольга Леонардовна. У нее одевались морозовые купцы, купцы мамонтовые и щукины. То есть практически все известные имена того времени, все, кто мог себе позволить. Вот как, например, с ней любил торговаться морозов. Например, счет, она ему представляла там 30 тысяч, я точно не скажу, 240 рублей. 30 тысяч, 240. А, Надежда Петровна, не уступите ли вы мне 240 рубликов? С удовольствием, отвечала Надежда Петровна, беря, значит, сумму в 30 тысяч. Да, она брала дорого. Кому-то делала, конечно, скидки. Так как она любила артистическую среду, то им она делала, конечно, дешевле. Просто потому, что они не могли больше заплатить. А что изменилось уже в революционное время? Как себя чувствовала Ламанова? 17-й год осень. Представьте себе, ее дом находится на Тверском бульваре, и в этом месте идут бои. Сгорело несколько домов. Надежда Петровне удается продать этот дом каким-то чудом и деньги положить в Народный банк. Что с ними стало дальше, мы сказать не можем. Мы не знаем. Она переезжает на Остоженку-Причистенку, между там, в переулках, Еропкинске, сначала в квартиру, но потом ее уплотняют, и она живет уже в коммуналке. Представьте себе, когда у нее был свой палаццо, свой первый дом моды в России, ее уплотняют в коммуналку. Как она могла себя чувствовать при этом? Но она не уезжает, она не эмигрирует, она остается в России, и впоследствии пишет, что хотя ее и лишили имущественных прав и всего того, что у нее было, но эта революция дала ей возможность сотворить что-то новое, революционное, и одеть более широкие массы, о чем она мечтала с самого детства. Можете представить? Как изменилась мода, что привнесла, опять же, Ламанова? То есть ее наряды стали доступны, в принципе, для широкого слоя населения? Да, она начала творить для масс. Для этого было сделано достаточно много. Во-первых, они дружили со скульптором Верой Мухиной, и они участвовали в создании альбома «Искусство в быту». И там они представляли выкройки, как можно из ничего, из сурового полотна сделать себе красивое платье. Эпоха сменилась, эпоха стала революционной, эпоха стала, ушло вот это вот богатство и роскошь, нужно было работать здесь, сейчас. И Надежда Петровна как раз настаивала на том, что одежда должна быть функциональной и очень удобной, и работала в этой теме. Конечно же, она в тот период, особенно когда был НЭП, она делала какие-то очень красивые платья, когда кто-то, кому-то удавалось привезти ткань. Или какие-то украшения, пайетки, стразы, там еще что-то. Она такие вещи тоже делала, но это была большая редкость. В основном нужно было сделать из ничего. Допустим, 1925 год. Нищета. Уже пошили все, что можно было из занавесок, из скатерти, из всего, что можно было. Перелицовывали вещи. И в этот момент открывается выставка в Париже. Это была знаменитая парижская выставка прикладного искусства и советской России, нужно было там участвовать. И Надежда Петровна находит выход из каких-то минимальных средств. Она берет вышитые русские полотенца и создает из них платье. Едет целая коллекция. Не она одна, конечно же. Там была Прибыльская, там была Экстер. Там работала целая группа художников, но руководила ими она. Сама она туда не выезжает. Выезжает Прибыльская. Показывают они эту коллекцию. И Париж сходит с ума. Все в восторге. А это как раз именно на этой выставке зародился ар-деко. И силуэт, который представляет Надежда Петровна, хоть он и из плотенец, но это уже ар-деко. И никто не догадывается, что бусы к этим платьям сделаны из хлебного мякиша. Но уже совсем было потрясением, когда француженка-журналист спросила, какой красивый пояс, из чего он. И Надежда Петровна хохоча отвечала, ну, если добавить еще несколько ингредиентов, то из этих бус можно сварить суп. Это крашеный горох. И это действительно очень красиво. Ламанова была верна вот именно такому женственному образу. То есть она старалась моделировать именно платье или какие-то еще элементы были одежды. Допустим, может быть, изменилась все-таки мода именно в советское время уже. Судя по тому, какие мы нашли ее афиши, то есть ее рекламу, она занималась абсолютно всем. То есть Ламанова – это была магия. Все понимали, что лучше ее никто не сделает. Она действительно была не за моду, она была за стиль. Она считала, что каждый человек должен выработать свой стиль, потому что он должен знать свои достоинства и свои недостатки, что скрыть, а что лучше подчеркнуть. Нельзя брать то, что вот дает мода. Мода, она может быть и смешной. И особенно она была против французской моды, потому что у нас другой менталитет. И нам нужно было перекладывать на свою культуру. Вот она была за что. Поэтому от клиентов не было отбоя. А кто-то перенял после вот этих традиций Ламановой? Или они как-то канули вообще? Ну вот посмотрите, это очень хороший вопрос. И как раз можно сказать немножечко от ее благотворительности. Когда она построила в 1908 году свой дом на Тверском бульваре, где бы мы хотели установить номериальную доску, там были не только цеха и жилые помещения и ателье для приема гостей, но и там была благотворительная школа для девочек. То есть к ней приходили учиться девочки совершенно бесплатно. Она их окормляла, обучала ремеслу, и потом по окончании давала приданые. И на каждый праздник она делала им какие-то подарки. И они ее звали мама Надя. То есть вот считайте, она оставила целую школу. Это первое. Во-второе, те, кто с ней сотрудничал, они всему обучались. И ее мечта была всегда о создании дома моды. Ее племянница Надежда Макарова в конечном итоге стала первым директором дома моды на Кузнецком мосту. Но это уже после ее смерти. А потом эту эстафету перенял Вячеслав Зайцев. Именно он работает в русской теме. И он говорит те же вещи, что говорит Надежда Петровна. И именно Вячеслав Михайлович в 1994 году создал демократический конкурс, куда может прийти любой дизайнер показать свою коллекцию. И выигравший победитель может получить возможность показать свою коллекцию на публике на неделе моды Mercedes-Benz. Представляете, это путевка в жизнь. Конечно, да. Такая возможность. Я знаю, что вы уже достаточно давно работаете над тем, чтобы действительно оставить память о Надежде Ламановой. И сейчас как раз собираете средства на то, чтобы установить мемориальную доску на доме московском, в котором как раз жила Ламанова. Кто вас поддерживает? Вот может быть, из известных модельеров современных. Ну, в первую очередь, нас поддержал, конечно же, дом актера. Потому что Надежда Петровна была театральным художником. И с почти большой Игорем Яковлевичем Золотовицком, который дал возможность собрать все документы. Это первое. Нас поддержали дом Славы Зайцева. Очень поддержала Юлия Попова, которая собрала научную конференцию в 2016 году, где и родилась вот эта идея о создании мемориальной доски. Потом поддержал Настас. Потому что вот этот дом сейчас находится на балансе этого предприятия. Поддержали также театры, Вахтанговая, МХАТ. Ну, то есть вы проводите какие-то, в том числе, образовательные лекции с участием дизайнеров, модельеров, опять же. И каждый желающий может прийти, послушать и, соответственно, также оставить какое-то... Вознаграждение. Вознаграждение. Да. То есть мы проводим сейчас серию лекций известных и лучших лекторов в Москве. Это и Полина Уханова, и Андрей Баленкин, и Тим Ильясов, Татьяна Нагорских. Все проводят лекции. Все работают исключительно благотворительно. А вырученные деньги по краудфандингу они пойдут на мемориальную доску. Потому что цена достаточно высокая. Доску делали прекрасные скульпторы Андрей и Павел Наличи. Вот. И мы очень рады этому, потому что они сразу поняли тонкость того, чем они занимаются. Какие-то еще проекты или, может быть, акции вы запускаете в память о Ламановой? Будет еще мастер-класс в музее Царицыно, где можно прийти с семьей и поиграть в детские куколки, и одеть куколки в платье от Ламановой. Такое открыть в музее Ламановой. Это делает замечательный человек Вера Ярильна. И признательно, необыкновенно, потому что она умеет работать с детьми, и когда подключается такой человек, ну просто это большая радость. Мастер-класс еще будет проводить Татьяна Валько, руководитель студии «Русские начала». И она покажет разные секретики, как нужно учить детей шить. И прямо называется мастер-класс «Шито белыми нитками». Уверяю, это очень интересно и увлекательно. Алла, спасибо вам. Очень было интересно окунуться в этот мир моды, узнать больше о наших отечественных модельерах. А я напоминаю, что в гостях программы «Движение» сегодня была Алла Соловская, профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok